я вижу ты еще не подписан на этот канал забыл сказать пожалуйста у тебя что рук нет нажать лайк я подпишусь подпишусь привет привет ребятки привет мои хорошие как всегда очень и очень рад вас видеть как вы знаете по названию ну судя по всему или скорее всего у нас произвели произошли значительные события о которых мы поговорим позже а пока пока наверное надо все-таки вернуться во вчерашний день какое блаженство какое блаженство ух ребят ребят пришел попробовать блины с мясом которые которые наконец-то удалось приобрести да 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 с творогом пробовали они нам понравились теперь пришло время блинов с мясом надеюсь они столь же шедевральны но это не точно у меня у меня ребят небольшая печаль судя по звукам доносившимся со двора жора опять сбежал был характерный скрежет и его стоны такое ощущение что он все-таки расковырял эти кирпичи и ушел на волю сейчас крышку верну вроде вроде как поджарилась так как надо так ребята у меня налито кофе у меня пожаренные блинцы с мясом и время пришло их пробовать осознавая вкусовые достоинства чуть-чуть пережарил хрустящая корочка но не подгорели поэтому вкусовые качества остались и что я могу сказать такое необычное сочетание честно вам скажу очень вкусно очень балдеж очень вкусным вкусным вот так так ребят ну что блинов натрескался силы в руках по прибавилось сейчас пойдем смотреть как там наш жора ну соответственно и не только это ну чё ну чё как как и предполагалось японский бог но чё это такое вот гаденыш то есть я положил вот так вот силикатные кирпичи и вторым рядом положил кирпичи простые ну чтобы он наверняка не вынул но как как вы видите это не помогло куда жорка давай домой исходя из создавшейся ситуации будем применять кардинальные меры чтобы обезвредить выход жорика на прилегающую территорию ребятки ребятки хотел честно говоря разобраться с сеном то о чем я говорил то есть почистить во втором козовники но к этому мы придем несколько позже а сейчас да ребята советовали на цемент посадить эти кирпичи но это слишком ну потом демонтировать это будет проблематично сделаю гораздо проще опять же написали мне это в комментариях спасибо огромное за шедевральную идею как бы одна голова хорошо а две урод короче главное главное чтобы у меня было из чего это сделать понадобится полоса она вот такая штука есть это даже не полоса голове все сходилось сейчас попробую объяснить то есть ребят мне посоветовали в калитку приварить вот так вот перемычку и кирпич когда его будут пытаться вынуть будет упираться в эту перемычку и принципе он будет не высовываемым я ни хера не понял что ты сказал мне но ты мне близок принципе но из чего сделать эту перемычку пока только догадываюсь опаньки малыши повыскакивали то есть вот это дети кроликов а это дети других кроликов короче в этой клетке сейчас 33 поколения кроликов задул ветер окоянный но в общем я нашел решение вроде бы как то есть вот этот металл который будет впоследствии сдаваться тут есть ну вот такой пруд его надо просто отпилить болгаркой и в принципе как упор этого более чем достаточно удлинитель болгарку в добрый путь а Сейчас померяем по длине, ребята, если это подойдёт, будем творить добро. Жора, ты забодал, не убегай, пожалуйста, никуда. Мы вот так с этой стороны померяем, ни хера не хватает. О горе мне, о горе, батишка. Придётся, придётся отпиливать ещё одну штуку, сваривать воедино, удлинять и сёрну мы победим. Как раз вот так сварить по вот эту пыптик и всё будет чётко. Даже не мечтай, Жора. Я вот сейчас задумался, смог ли бы я победить Жорика. Если бы мне в помощь не была бы направлена вся та мудрость поколений, технологии поколений. То есть сварка, болгарка, вот это всё, то есть даже вооружённые вот этими знаниями, технологиями, инструментом. Жорвис, ты здесь? К вашим услугам. Включай головной дисплей. Пока я его не побеждаю, а он только с помощью своего ума, грации, сноровки и хитрости побеждает меня с лёгкости. То есть, если бы мы с ним встретились один на один где-то в природе, мне был бы кобздец. Прихватил. Кирпич мальца выступает за трубу, поэтому вот эту проволоку или как надо чуть-чуть выгибать. Прямо плотно сюда заходит, то есть такое ощущение, что можно даже не приваривать. Ребят, ну как по мне, без вариантов. Ну а теперь, ребятки, можно приступать к следующей миссии, к той миссии, из-за чего всё и начиналось, из-за чего, в принципе, выходил во двор. Ну, как всегда, Жора у меня увёл немного в сторону, вот этот кабанчик, да, касавчик. Так что, начинаем обещанное ещё вчера. То есть, будем, будем, ребят, чистить вот этот бас, который, блин, ну не открывается вообще. Всё, замуровали демоны. Да я полна мать! Соответственно, ребят, чтобы просочиться в тот козовник, будем перелазить здесь. Других вариантов нет, спасать проход надо или вычищать козовник. Пошли со мной! Ребят, а то ничего не увидите. Опа! Соответственно, самая главная миссия, это откопать дверь, чтобы она открывалась, а потом просто будем накидывать в тачку. Танцуют вверх! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты куда пришёл, Жор? Начало положено. Показывать буду стараться минимум, потому что это неоднократно показывалось, но, вычистить вот это всё, острая необходимость. Как-то закроешь. Ребят, ребят, если я одолею этот козовник, если сделаю те самые задуманные пресловутые 10 тачек, я по-любому красавчик. А, чтобы мне было это легче сделать, чтобы я знал, что есть ваша поддержка, не жмитесь и просто поставьте лайк, это не сложно. Жорочка подтверждает, да? Вот ты мой красивый, какой ты симпатичный, Жорочка. Ты просто принц королевских кровей, да, ботан? Просто принц. Годеныш, уже там где-то вылазишь. Похоже, опять всё напрасно. Просто в клочья доски рвёт, чтобы вылезти. Непобедимый Джо. Только камеру выключил. Что, ребят, миссия выполнена. То, что я хотел сделать, да, вывозить ещё и вывозить. И это нам ещё предстоит, но вывез прямо основательно. Скорее всего тут сильно не видно, но изрядно пришлось попотеть, чтобы этот объём рассыпанного сена, навоза, вывезти из козовника. Но, как вы понимаете, близятся роды коз. И те загоны, куда будем отсаживать самих козочек, надо будет вычищать прямо вообще основательно-основательно. А там, ну, кто помнит, это конкретная боль. Не хочется плакать. Там низкие потолки, там не развернуться с длинным держаком, там очень неудобно. Вот он ходит. Но сделать это будет жизненно необходимо, потому что козы должны быть разделены между собой и родить в отдельном загончике. Что нам предстоит и сделать. Вот это говно уже сбежало, нашло новую дырку. Если камера не сядет, я вам покажу. Уже аккумулятор по нулям, а мне ещё, помимо того, что вывести эту тачку, надо вычистить вот эту дорожку. Скорее всего, снять уже ничего не получится. Ну, я думаю, поймёте и так. Я ещё просыпался, то есть тут, скорее всего, будет полноценная ещё одна тачка. То есть, получается, вывез не 10, а 11 тачек, а может даже больше. Короче. Получилось практически чисто. Можно, конечно, ещё замести, но и так очень даже ничего. С учётом того, что совсем скоро надо будет чистить вновь. Как и обещал, пока не села камера, хочу показать, где же убегает Жора. Я это случайно увидел, когда его полупопия утонули туда, на улице. Видите, то есть, в принципе, вы смотрите практически на это отверстие, на этот лаз. Догадаться, наверное, не сложно. Алло. Ну, я понял, можно поздравлять. Вообще супер. Ну, как бы всё хорошо. Поздравляю с приобретением квартиры. О, счастья, здоровья. Пух. Ладно. Ну да, да. Давай. Давай. Счастливо. Чтобы вы понимали, ребята, Иришка ездила сегодня в Ставрополь. Отдали документы на оформление квартиры. Уже всё сдали. То есть, полностью сделка совершена. В принципе, осталось только дождаться получения новых документов. Забрали ключи от новой квартиры. В принципе, всё хорошо. Сделка состоялась. Квартира, можно сказать, наша. Жора, похоже, опять ускакал. Ребят, у нас сегодня летим в город вместе с вами. Ну, и в принципе, всё покажем, расскажем. Как всегда. Вот оно чудище. Постал. Он в окно, понимаешь. Ты его в окно в трубу. Ну, попробуем заделать. Я уже сомневаюсь. Я там палку привязывала, но кто-то отвязал. Рядом. Нет, она там. То палка жила до соседа, а он на улице вот так. Он там раньше не пролазил. Не, ну и там, наверное, кусок сетки дотянуть как бы. Можно его кормить на что-нибудь сильнее. Чтобы жирненький стал. Я застоял, я застоял. Кисто. До свидания. Тебе прям надо так. Не, просто посмотреть домой. Сам ел, но мне не очень понравилось. Рогом прям хорошее. А вот там у нас ещё есть? Да, да, да. Я с мясом практически всё время ел. Прям надо запечатлить. Опа. Ну, возьми её, пожалуйста. Тут прям целый склад. Поняли наконец люди, что надо везти больше. Такой мятый, но откусанный. Надо нормально. Ты же сама была такая. Принодезиозная. Вот. Давай всем по-рубеку, да? Пришли покупать плюшки на работу мне. Ну, и как всегда, Остапа понесло себе. Мамам как положено. Настя устраивает. Вкусно. Классно. Сочно, восточно. Сара, здравствуйте. Иришка кольцо ждёт. Привезли его, нет? Нет. Не было ещё. А, ну и всё тогда. Подождём. Иришка заказывала себе кольцо. Пока не привезли. Там шик, блеск, всё в каменьях, серебро. Ну, привезут несколько позже. Ничего страшного. Это жизнь, Ира. Это жизнь. Просто надо повиноваться. Я повинуюсь. Я разве не повинуюсь? Да, да, да. Как сказал, так и сделала. Я просто, знаешь, диву даюсь. Думаю, как я выживаю без тебя, знаешь. Когда меня нет. Когда тебя нет. Я чувствую, что могу загинуть. Ты, наверное, на табуретку садись, а простынёй накрываешься. Значит, вот так вот. Так, да. Боишься дышать. Ну, вдруг что не так? Я вообще ничего не знаю, как мне делать. Лишь бы не забыть, как дышать. Да. Гинешь, как муха. Без советов. Без советов, без твоих. Едем до Иришкиной мамы. Сейчас я вот так вот заглянула. Привезли, привезли маме зерно Иришкиной. Тоже ж хозяйство. Рулетик. Ну, короче. Возьмём, перевезём. Поделимся. Опа. Счастье. А тут. Охренеть. Пивтонный практически. Здравствуйте. Тачку бери. Спасибо. Смотрите. Да? Да. Да всё, всё, пойдёт. Конечно. Поехали. Да не, за что. Поехали. До свидания. Поехали. Всё, ребят. Поехали теперь до моей мамы. Тоже плюшку ей дадим. И можно. И можно домой. О, теперь, конечно, потеплее стало. Молодым. Заехать. Может, там уже ремонт какой-то весь красивый. Надо будет глянуть. Ну, если вдруг так. Несчастье. Ну, вроде на проводке. Ну, значит, так нужны. Да ничего. Поехали. 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 Да, мы же привозили уже. Да, да, да. Безе, да? Да. Безе, да? Безе и там внутри сливки. А чё ж у вас с ремонтом? А чё? Я спрашиваю, не закончили? Нет. Этих нету. Обоев. Обоев. Сейчас прыгай. Ну, он же заказал. Ага. Ну, понятно. Ты видел, сынок, как окна она мне хорошо заделала. Да, да, да. И окна, и стены хорошо. И подвиг нам. Там вообще. А ты делала мне откосы. Ну, шо толку. А подвиг нам, и там страшно. Поставляли. Там надо мне работать было. Я ж нанимала, чтоб я там ничего не делала. Так же. Очень хорошо сделала. Да, да. Если честно, некогда было есть. Так он дома или на работе? Дома. А, выход все пошло. Нет, я потерян в этом плане. Не за что, не за что. Счастливо. Поехали. Ах ты, ах ты гад. Ребят, ребят, я уже дома. И, как и обещано, сейчас я покажу то место, куда убегал Жора. Да, до этого села аккумулятор, я не смог этого показать. Но пришла та благословенная пора. Попробуем не только показать это странное отверстие, но и заделать его для последующих посягательств. Жорика, чтоб он не просочился вновь. Мелкий. Ребят, сообразили вы или нет, куда он убегает. Но дырка, как правило, оказалась очевидна. Смотрите, он просто запрыгивает сюда. Казалось бы, высота тут порядка полуметра. И раньше, раньше ему это не удавалось. Ну, в связи с безысходностью, что ли, прыжки его стали выше, сильнее, ловчее. И как-то в один из моментов я только увидел исчезающую попку в этом отверстии. Ой, блин. В общем, у меня есть остаток вот такой вот сетки. Будем ее натягивать на то самое пресловутое место. Ну, других вариаций я, в принципе, не вижу. Заодно, заодно надо будет и убрать вот эту доску. Это прикрутила Иришка. Потому что сетка была безжалостно порвата Джорджем. Сколько проблем эта мелкая гадость доставляет. Казалось бы. Видите, покрошило, как вот это все. Жора достал. Такое ощущение, что я уже скоро сдамся. Силы есть еще, но они на исходе. Хочешь, не хочешь, в сказку поверь, и я тебе открою дверь. Тут не так просто. Там есть сварка, мешает опуститься сетки ниже. Надо сделать уже. Сейчас, блин. Время, у меня уже. Приехали. Время, у меня. У меня. Каждый сад. Каждый сад. Позаписал. По своим. Позаписал. 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 Тут промотал. Теперь осталось натянуть сетку там и тоже примотать, но Жора уже не пройдет. Обидно, досадно, но я думаю выход Жорик найдет. Тоже обидно? Ну извини. Всё. Не знаю, насколько это спасет, ребятки, тут в два слоя сетка, но вот тут, где доска была, вот здесь. Жор, ну прости. Я понимаю, что Жоре обидно, но это в целях его безопасности, что ли. Короче, на этом всё, до жока. Короче, я откровенно устал от Жорика, от его вот этих проказ и по-хорошему, исходя из того, как долго он выходил победителем из этой ситуации, надо по-хорошему отдать ему заслуженную победу, сдаться и пускай он уже ходит, как ходит, развлекается, но это же исходя сугубо из хороших побуждений, то есть для него, чтоб его не побили какие-либо собаки и всё такое и прочее, он просто не понимает, ну я так себе придумал, а я делаю ему добро, но опять же это так себе придумал я. Жорочка, прости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова